Хочешь тащить не только в онлайне? Тогда закажи себе вещь с изображением любимой игры или героя. А где? На все майки.ру. На сайте ты найдешь кучу принтов с любимым героем или игрой. CSGO, Ведьма, GTA, Fallout и многое другое. Огромный выбор принтов, вещей, аксессуаров, 3D футболки, свитшоты, чехлы, кружки и многое другое. А для тех, кто не нашел свой принт, есть конструктор, в котором можно создать свой дизайн за пару минут. Переходите по ссылке в описании, вводите промокод и получайте скидку в 10%. Здарова! Потасовка, всадник без головы. Целый год мы не видели этого хряща. Еще столько же бы не видели этого урода. Но! Обычно я ругаю Blizzard за то, что они не делают новые потасовки, повторяющиеся там, блин. Такое ощущение, как будто им просто впадло сделать новые потасовки. Но в этот раз все нормально. В этот раз им прощается, потому что это символ тыквовина. Это праздывание Хэллоуина ежегодное. И это у них как такой некий символ, который приходит раз в год. Поэтому все нормально. Это все равно, что знаешь, как... Все равно, что если бы я сказал, блин, на Новый год опять пришел этот Дед Мороз. Надоело мне постоянно каждый год один и тот же хрен приносит подарки. Задолбал Дед Мороз! Не хочу, чтобы он мне приносил подарки. Хочу, чтобы мне подарки приносил Человек-паук! Вот было бы круто! Или Бэтмен! Или этот, ваш этот... Из интернетов ваших томатас вот этот вот, знаете? Вот было бы круто! Ставь лайк, если хочешь, чтобы я залез в твой дымоход и отложил там подарок. Да, звучало это не так круто, как я думал на самом деле, но... Ну да ладно! Погнали, попробуем, что можно в этом году вытащить веселого из этой потасовки. Ну, что я могу сказать, ребята? Потасовка, в принципе, проходняк, потому что особой сложности тут нет. В начале вам... Вот, кстати, смотрите, сила героя. Удар с плеча наносит 2 единицы урона, случайно распределяем между всеми противниками. То есть это за 3 маны 2 урона. Случайно распределен. Понимаешь, да? Это даже не размашистый удар в бой, на который ты можешь 2 тому, 2 тому дать. Это 2 урона за 3 маны. Это просто... Я не знаю. И как и в прошлом году, тебе в начале дается выбор, за кого играть. За... Пирата, котика или ведьму. Вот такой вот у нас рейпер возрождается на поле боя, когда... Когда заканчиваются хпшки у основного героя. И чтобы пройти эту потасовку, нужно просто эту голову развалить. Было бы круто получить какое-то родомное существо, как в прошлом году было. Найти карту, которая предсмертным хребом... По-моему, заряжение оно называется. Тебе рандомно выдавалась бы рандомная зверюга, животная. И, например, найти кодоху. 3.5, которая уничтожает существо с двумя атаками. Ах ты, сычара такая, а. И тогда ты за один ход сможешь спокойно развалить эту голову. И это было в прошлом году, по-моему, я это делал. Окей. Оружие тоже не работает. Это, знаете, как типичные ребята на стриме. Ааа, он гнев в лицо не кинул. Ааа. Вот, кстати, это заряжение. Надо было немножко, наверное, подождать. Его забафать. Пускай одно. Если не получится, то вы этот видос, в принципе, и не увидите. Да, и как бы... Ха! Я просто-напросто... Это то самое с яном? Подожди. Кислотную тропу, да? Он считает, что... Блин. Самое обидное то, что... Я мог бы, в принципе, сейчас победить, если бы он выставил существо без иммунок магии. И... Укусом раптора я бы смог выиграть сейчас эту катку. Ну, вот сейчас смотри, как это будет работать. Сейчас я прям выиграю эту катку. Просто ставлю кислотную трогу. Ударяюсь в босса. И он, в принципе, должен сдохнуть от яда. Мне повезло. С первого раза я сделал аниме-штуку. И первый же дубль пойдет на видосик. Идеально. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот такой вот я котик. Изи-пак. Сейчас вам покажу сразу, что в паке. А то я часто не показываю в паке. Кстати, ответ. Почему я не показываю часто, что в паках за потасовку? Потому что я не удается иногда сделать потасовке что-то интересное. Золотая и редкая. Тюбели. За пиратикой сейчас будем проходить. Первые два раза я... Четенько так всосал. Ну как, я всосал не потому, что я нубас. Конечно, томат нубас. Это без базаров. Но всосал я, потому что я хотел сделать крутую штуку. А именно аниме из этой колоды. И вот сейчас она точно получится. Короче, Капитан Пирожок, вот эта вот карта, она бафается за счет каждого разыгранного пирата. А сила героя у пирата то, что каждое существо теперь пират. Независимо элементарь, элементарь. Пофигу. И... Очень круто было бы прокрутить всю колоду абсолютно, все существа и... Таким образом максимально забафать Капитана Пирожка. Вот это я и пытался сделать. Но меня два раза благородно насиловали. Конечно, пирожок такой себе тоже пирожок. Я помню еще... Если мне память не подводит... Если меня память не подводит, то Капитан Пирожок это из Dead Mines. Есть в World of Warcraft и такой инстант для лоу-левелов. Да, по-моему, там 18-й. Где Ван Клифф и всякие такие пираты... Да твою бабку за волосатую грядку! И там есть Мурлок Капитан Пирожок. И, по-моему, это отсылка как раз-таки к нему. Если я ошибаюсь, то напомните мне, пожалуйста. Потому что я лично одного такого помню. Пирожка Мурлока Пирата. Есть отсылка к Хардсону, к Крагу Поднебесному. Есть такое подземелье в World of Warcraft и Вольная Гавань. Как раз-таки про пиратов. И там... Вот как раз-таки этот босс Краг Поднебесный. А, Корабельная Пушка тоже будет считаться за пирата. И если ты выставишь игрушку, доску Хардсона, когда ты будешь драться с Крагом Поднебесным, то... превзовется скрытый босс Глазастик. Я на свою тупую голову однажды играю со своими тиммейтами в Эпохальном Подземелье. Там что-то плюс 4, плюс 6. Но это в начале самом аддона было. Просто такой... Пацаны, сейчас будет прикол. Кстати, вот это вот я и хотел сделать. Аниме получилось. И вызываю Глазастик, и он нас... почти изнасиловал. Потому что он там тоже усиливается с Эпохальным Ключом 4. О, получается, что мой герой сейчас ха-ха-ха-ха. Вот такой вот, в принципе, пират. Аниме такое себе, но что есть, то есть. И последний костюм, это костюм ведьмы. Силы героя тут черная магия! Если вам хватает маны, то заклинание может... Ну, будет стоить в 2 раза дороже, но и при этом сработает в 2 раза лучше. Так, если у меня выживет 7-5 на следующем ходу, то я сделаю 2 его копии. Попробуем сделать это, да? Попробуем сделать хотя бы такой прикольчик. И, судя по всему, он выживает. Главное, чтобы сейчас... Ах ты с... Я попрел. А-а-а... Ну, окей, 7-3 тоже неплохо. 3-7-3. Ну, окей. Вот видишь, я был трап. Вот видишь, я был трап. Кстати, в Вове тоже есть такие челики. Блин, да какое слово тьмы смерти? Серьезно, ты... Ну, разнообразили бы какие-нибудь заклинания, было бы веселее. Так. Ну, наверное, все-таки буйный рост, потому что... И по факту мне сейчас должны дать 2 таких штучки за 0 маны, каждая из которых должна дать мне 2 карты за счет черной магии. Немножко расизма улавливаетесь, я Близзард. Почему черная? Ладно, на самом деле это отсылка к... Как его звали? Дэвид Блейн. Дэвид Блейн. Черная магия. Это вот какая-то черная магия. Ну, вот это вот эмба. Вот какое здесь есть аниме, так это вот то, что ты тащишь за 4 маны одной ВГшки 4 карты. Это намного лучше даже, чем нуришь, который нуришь за 5 маны тащит тебе 3 карты. А ВГшка за 4 маны тащит тебе 4 карты. Не меньше. Было бы прикольно, если бы это можно было бы сделать. Я бы на самом деле посмотрел на это. Ты такой достаешь сайвенс, не моту, не моту бахаешь на голову и потом возвращаешь в руку эту голову. Вот это уже было бы прикольно. Верну ему пятерку. Пофигу. И если бы она синтерактировала бы и наделась бы обратно на героя, вот это было бы прикольно. Это была бы такая маленькая штука, которую, ну, никто бы не делал. Окей. Можно это, наверное, даже пасхалкой назвать, да? Если бы это сработало. А, наверное, не буду даже юзать, чтобы у меня хватило на следующем ходу маны. Ой, Оксимирон, сиди, брат. Все нормально. Хватит читать трэп. Я все понимаю, да. Тушник, 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 тушник. Да ладно, сломать мы боли. Классная последовательность. Близзард, искусственный интеллект на высшем пилотаже. Можно уже делать секс роботов. Которых, кстати, уже делают. киборги уже, киборги уже среди нас. Хотел бы я посмотреть киборга от Близзард с таким искусственным интеллектом? Ладно. Окей. Блин, минус уши. Я иногда так же на стерме скрипеть начинаю. Когда что-то смешное происходит, я такой... На самом деле, это я озвучивал эту бабку. Ха, не удивляйтесь. Они меня просто позвали. Так, знаешь. Это как когда-то давным-давно хотели сделать какую-то озвучку. Я помню, в Доте 2 по-моему, Хованского звали озвучивать Огр-мага или она так и не вышла, эта озвучка. Но по-моему, что-то такое было. По-моему, он должен был мне в руку прийти за счет предсмертного хреба, но не пришел. Но ладно. Видать, это так не работает. Так вот и Близзард меня позвали, чтобы эту девку озвучить там. Ну, конечно, немножечко подправили автотюн, да, чтобы там авторские права, если что, чтобы я не смог на них предъявить, да. Типа это не я, да. Но мы-то знаем, мы-то знаем. Немножечко БМа. На самом деле нет, я просто летал сначала, не увидел. Ха-ха. Даже он надо мной посмеялся. Вот такая вот, собственно, потанцовка такие. Особо ничего не изменилось, но вроде как что-то я сумел показать.